Всем привет, на связи Мабу и в сегодняшнем видео я хочу рассказать вам о том, каково это быть настоящим программистом, а именно в данной ситуации я вам расскажу каково быть андроид разработчиком. У меня есть опыт разработки не только мобильных приложений, то есть не только под андроид и под iOS, но и также есть опыт работы разработчиком сайтов, как со стороны бэкэнда, так и со стороны фронтэнда. Да и весь мой опыт в среднем рассчитывает, именно опыт разработки рассчитывает примерно в районе 10 лет уже. И я хочу вам сегодня рассказать о том, что вас ждет, когда вы станете или начнете учиться на андроид разработчика, ну либо на любую другую профессию связанную с разработкой, то есть что вас ждет, когда вы станете программистом. И если вам что-то не понравится из этого списка, то вы сможете в лишний раз сесть и подумать, а нужно ли вам это или нет. Итак, устраивайтесь поудобнее, мы начинаем. Если вы хотите стать андроид разработчиком и сделать это максимально оперативно и качественно, если вам нужна помощь по выходу на рынок, на котором вы сможете самостоятельно разрабатывать андроид приложения, как на заказ, так и создавать свои собственные проекты, приносящие доход без вашего участия, если вы хотите освоить новую профессию, которая позволит вам не беспокоиться о своем будущем и конечно же настоящем в современных условиях нестабильности и кризиса, если вам нужна моя консультационная помощь по трудоустройству по профессии андроид разработчика, тогда я приглашаю вас на свой курс, построенный на индивидуальной основе, андроид разработчик за 3 месяца. На этом курсе я сделаю из вас андроид разработчика, владеющего всеми актуальными современными технологиями. Обучаться можно абсолютно с нуля, без всяких знаний в программировании. После обучения вы сможете разрабатывать абсолютно любое мобильное приложение под систему андроид, а также у вас в портфолио будет 2 разработанных мобильных приложения и 2 отзыва. Кроме того, я помогу вам выйти на рынок разработки мобильных приложений под андроид и окажу консультационную помощь по трудоустройству на позицию андроид разработчика. Если вы в нынешних кризисных условиях хотите обезопасить себя и освоить профессию, которая позволит вам обрести экономическую безопасность и стабильность, тогда я предлагаю вам записаться на мой курс андроид разработчик за 3 месяца. Я помогу вам стать профессиональным андроид разработчиком, тем самым вы не будете зависеть от экономической ситуации в стране целом и от работодателя. И даже сможете построить свой небольшой бизнес. Все ссылки для записей и консультаций есть в описании под видео. Меня очень часто спрашивают, сколько же ты учился на программиста? Нет, нет, давайте начнем не с этого. Меня часто спрашивают, кем ты работаешь. Когда я начинаю рассказывать, андроид разработчик или что-то другое рассказывать, конечно же, если я разговариваю с более молодым поколением, то все понимают, о чем идет речь. Но и то не всегда. Когда я разговариваю с более старшим поколением, то говорит по стоке. И я всегда говорю, я программист. Это проще, все познают, кто такие программисты, и все понимают, кто такие программисты. И вторым вопросом всегда идет, а сколько ты учился на программиста? И я всегда с улыбкой отвечаю, я учусь постоянно, потому что это действительно так. Работа программистов это одна из единственных таких профессий, которая предусматривает, что вы будете постоянно учиться. Потому что вы работаете в сфере технологий, а технологии всегда новые приходят, что-то улучшается, что-то обновляется. Это происходит в лучшем случае ежегодно. В худшем случае может несколько раз за год это происходить, и вам нужно всегда быть в курсе событий. И у вас будет запускаться всегда процесс постоянного обучения. Но тут не строить, расстраиваться, потому что, как правило, вам не нужно каждый раз искать, появилось что-то новое или нет. Как правило, информация о том, что-то поменялось, что-то появилось, происходит в процессе разработки, когда вы работаете над каким-то проектом. То есть что-то вы делаете, как обычно, и потом в итоге понимаете, что что-то поменялось, начинаете гуглить, и потом вы смотрите, что какая-то технология пришла на смену другой, и быстренько подтягиваете и вносите свой проект. И вот такое обучение именно практики позволяет вам быстро усваивать новые технологии и использовать. Конечно, для того, чтобы все это вот так оперативно изучать, и чтобы твориться в этой всей системе, вам нужно знать основы своей профессии. Поэтому я всегда говорю, когда люди приходят ко мне на андроид-разработку и заканчивают мой курс андроид-разработчик за 3 месяца, и всегда спрашивают, а есть у вас что-то такое для более продвинутых, когда после этого курса, я всегда отвечаю, что вам больше ничего не нужно. Потому что у вас есть фундамент, вы теперь можете создать абсолютно любое андроид-приложение, и теперь, если вам нужно что-то более для проекта, что-то более углубленное сделать, то вы сами все это нагуглите, сами изучите, потому что вы знаете основы, вы знаете весь основной фундамент, который необходим для андроид-разработки. Вы знаете 80% из своей профессии, и поэтому всегда сможете что-то дополнить. То есть происходит постоянный процесс обучения, но это, можно сказать, обучение в такой лайтовый, в лайт-вариант, да, то есть такой лайтовый вариант, то есть он происходит в процессе работы. Поэтому, ну, вы можете, да, конечно, следить за новостями, смотреть какие-то новостные паблики, но, опять же, можно и достаточно это просматривать раз в месяц. И что же еще, кроме этого, значит быть андроид-разработчиком и программистом в целом? Вы должны понимать, что уже прошло время, когда достаточно было быть чисто технически программистом. Сейчас нужно разрабатывать свои IT-продукты и знать, скажем так, что вы разрабатываете и черпать, скажем так, источники вдохновения. То есть вы должны постоянно искать источники вдохновения. Если мы говорим про андроид-разработку, то вы должны всегда просматривать очень красивые варианты UI-дизайна, красивое оформление мобильных приложений, формировать свою доску креатива и, как правило, отбирать себе классный дизайн для того, чтобы вы, когда реализовали какой-то проект в качестве андроид-приложения, вы знали, какой макет вы будете использовать. Но это все такое именно со стороны работы, мы с вами поговорили. Но на самом деле есть, конечно же, и очень приятные стороны у этой профессии. Во-первых, с помощью этой профессии вы сможете качественно улучшить жизнь и делать что-то особенное. И будете всегда понимать, что вы делаете что-то особенное и быть как бы над всей основной массой, быть над всей этой жизнью и смотреть на нее по-другому. Как правило, работа программиста, как это бы не казалось бы и парадоксальной, она приведет вас к более здоровому образу жизни, более, скажем так, экономному отношению к своему времени. Потому что, в отличие от всех других профессий, программист работает очень много мысленно, то есть, да, он работает очень много мозгами. И поэтому от многих программистов вы можете услышать, что нельзя работать более 6 часов или 4 часов в день. А по-хорошему, вот самый прогрессивный график, как вы можете работать, и если вы подряд работаете 4 часа, то после этих 4 часов, если вы будете позже сидеть, 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 ваша эффективность будет падать. Если вы знаете, что вам сегодня нужно поработать еще, то вам нужно сделать перерывчик на 2 часа, можно сходить в бассейн или какой-то заняться, и потом прийти и пару часик еще поработать. Вы очень много можете слышать от программистов, что нельзя работать иногда больше 4 часов. Это действительно так, потому что во многих фильмах нам ненавидели, как некие программисты упорно что-то печатают на клавиатуре, что-то вводят в код. На самом деле так это не происходит. Происходит следующим образом. Вам нужно что-то реализовать. Вы можете несколько дней думать над этим, как вы будете это реализовывать. Вы будете искать в сети, а потом это запишите за 5 минут, и просто скопируете чужой код или какой-то образец кода, модернизируете его под свой стиль описания и внедрите в свой проект. Никогда упорно программист что-то не пишет. Он берет что-то уже готовое, свои наработки, и их модернизирует и использует в последующих проектах. Профессия именно программиста, она позволяет поменять свое мышление и взглянуть на весь мир по-другому. И улучшить все свои мыслительные функции. В целом, как бы парадоксально не казалось, с одной стороны улучшить ваше здоровье. Но вы должны понимать, что специфика этой профессии и вредит от здоровья. То есть, вы очень сильно садите глаза и очень сильно садите позвоночник и, допустим, шею. Все, что связано с остеохондрозом, у вас будет очень активно проявляться. Для этого нужно каждый час хотя бы вставать, делать какую-то зарядку для шеи, для спины в целом. Можно по 10 минут прогуливаться и потом возвращаться к деятельности. То есть, у вас не должно быть состоявшегося такого образа жизни. И вот в целом, это основное, что я хотел вам рассказать про профессию программиста и в целом андроид-разработчика. Давайте подведем некий итог. Как программист, как андроид-разработчик, вы будете постоянно учиться. Ваш процесс обучения не будет заканчиваться никогда. Ваша жизнь качественно улучшится. Возможно, улучшится ваше здоровье. Вы найдете новые источники вдохновения и будете смотреть на всю эту жизнь сверху. И эта профессия будет вас вдохновлять. В целом, это все, что я хотел рассказать вам сегодня. С вами был проект Мабу. До встречи на следующих эфирах. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok